Привет всем, это Каст, поехали! Сбок выиграет The OVZ на карте Darkfall против Jagged Appliance, почти как Jagged Alliance, и он будет играть The Ionov. У нас странный выбор, да, но карта достаточно пологая, здесь удобно будет аврорками туда-сюда ездить и атаковать по ренжу, так скажем. Кто не знает, у Ionov очень слабые это один танки, но единственным их преимуществом является то, что они имеют больший ренж, чем обычные танки, там, Mantis или Серафим, поэтому они могут кайсить. Кайсить — это отъезжать назад и расстреливать вражеские юниты беззащитные, беспомощные, которые не смогут по вам стрелять. Строится инженер в заводе — это что-то новое, да? Да нет, конечно же, это не новые какие-то билды, смотрите, два гена, два гена, завод и идет вперед. То есть, скорее всего, вот такой командующий, который так рано идет вперед, это своего рода защита против рейдов. Отрежет он рейды любые там, но лабы все равно какие-то, мне кажется, успеют пробежать. На самом деле, интересный вариант билда, потому что обычно на этой карте что делают? Строят карбонку, и потом больше генов, и вокруг херачат много заводов. Видите, здесь есть реклейм стартовый, его можно собрать и сразу пустить в продакшн, так скажем. А здесь тоже довольно какой-то билд такой странноватый все-таки, потому что, ну, я думаю, что до карбонки не так уж и далеко идти. Да, можно было бы и пройтись, и построить ее, но тут уважаемые игроки думают по-другому. Ну, давайте промотаем начало немножко. Пока что никакой движухи нет, прокликивают реклейм по-задротски как-то. Кстати, вот достаточно умный мув. Послать через атаку вот сюда инженера, на этот краешек, и он снизу будет высасывать камни. Все проигроки так делают. Мотайте на ус, будете тоже проигроками. Делает двух скаутов с вокруг, хочет видеть рейды заранее, но, кстати, отправляет он вперед. Видимо, он не только рейды хочет видеть, но и инженеров, да, потому что он сделал себе танк. Видите, у него, походу, какой-то раж бил, все-таки отказался он от идеи идти вперед командиром. Решил построить завод, видимо, увидел, что у него есть ресурсы, да. Ну, вот он, кстати, не отправляет через атаку сюда инженера, поэтому я думаю, что он уже проигрывает, честно говоря. Как минимум, по гениальности в этой игре он уже проигрывает. Но по очкам, как и по очкам, на самом деле, видите, реклейм, если посмотреть, то Джаггет с реклеймом от 400 массы больше. И, кстати, продолжает реклеймить лес, вот этот плотный. Бежит два лаба. Сколько он их должен был заметить, да, он их видит. Сейчас у него есть танки, чтобы этих лабов перехватывать. Но, кстати, два лаба могут один танк и убить, если имя микрить. Но микрить имя не надо, да, сказал Джаггет. Что я хотел сказать по поводу карты. Посмотрите, вот Джаггет бегает скаутом, ломает лес. Вот как выглядит поломанный, вот как не поломанный. Вот так, в принципе, видно визуально. Почему он это делает? Да потому что группами лес собирать гораздо удобнее и быстрее. Собственно, как только лес поломан, вы будете собирать его по одному деревцу. И он это делает на стороне Джаггета, где, предположительно, он будет собирать свой лес. Кстати, бомбер сюда летит, и скаут сейчас его заметит. Не повезло с фоклу. Ну, у Джаггета уже есть истребитель, он может прямо сейчас затаргетить этот бомбер. Не понимаю, в чем смысл был, на самом деле, на четвертой минуте делать бомбера, но это слишком поздно. Здесь убил удачно инженера свокл. Идет, кстати, командующим прямо вот, прямо вот вперед. Ну, на самом деле, этот бомбер себя уже окупил, потому что инженером ехать до вот этой экспансии достаточно далеко. И это была серьезная потеря. Даже несмотря на то, что бомбер сует дороже по массе, да, чем инженер, время уже потрачено, а не вернуть. Философские касты. В прямом эфире на канале Паралон Фаф. В прямом эфире это, конечно, потом, попозже. Это называется у нас стрим. Не понимаю, почему они вот эти камни не собирают. Здесь собрал нет. Ну, соберет обязательно, я в него верю. Так вот, что я говорил про Эона, да, видите, он немножко отъезжает назад. Вот, и при этом все равно стреляет. А вражеский танкинг, кстати, Свокл делает артиллерию, видимо, он думает, что она поможет ему. Она действительно поможет ему в битве с Ионом. Я думаю, что неплохой вариант, но, да, кстати, уже начинается Т-2 Раш. И что можно делать в Т-2 заводе, как вы думаете? Вот, видите, Монгус, Гатлингбот, отличное оружие против Ионов, просто замечательно. Один этот робот, ботик, стреляет где-то, как бы показать, на хороший такой рейндж, который явно больше, чем рейндж Авроры, Радиус. И у него есть гранатки, которые сплэшем могут дамажить сразу несколько Аврор, а так как у них мало ХП, то есть 155, но это совсем ничего. Там, мне кажется, они ваншотят этими гранатками, поэтому вот так раздропываются уже игроки. Мне всегда лень, на самом деле, на этой карте что-то занимать, только в последний момент, если я аудирую, что там свободно, может быть, я полечу. На самом деле, гораздо важнее собирать вот этот реклейм. Здесь очень много массы. Мы ее, конечно, так не увидим, но как минимум на Full-T1 спам без экономики 15 заводов обычно хватает. Плюс важно заметить, как только начало под гранатки, я вспомнил про еще один момент. Энергия, которая есть в этом лесе, может позволить вам сделать достаточно дорогие апгрейды, можно сказать, за бесплатно, но за цену ваших инженеров, наверное, скорее. Дропается сюда отряд. Здесь есть уже заводик, делают слабые. Я бы делал, конечно, танки, потому что, ну, все-таки сюда выделялись 4 танка, ты должен был это увидеть. Нападает, кстати, вот вперед Сокол. Но тяжело нападать на Ионов. В свою очередь Ионам тяжело нападать на кого-то, в принципе, своими танками. Такой, можно сказать, баланс, да, делается 2 у Сокола. Не знаю, почему-то 2, видимо, не хочет он воевать с Ганном против ионского командира. Почему? Ну, потому что у ионского командира рейндж побольше. Видите, вот этот вот желтый круг. Ну, у Сокола, правда, нет Гана, но он все равно лапается. Да, сейчас увидим. Уже строится Т2 турелька, кстати. Неплохое оружие против иона на такой карте. Видите, карта-то плоская и очень удобно использовать свой рейндж, свое преимущество по рейнджу. Если Т2 наконец-то, наконец-то, вот только-только появится, у Сокола мы уже видим Т2 турели по центру. Хрона, Дамфиннер, вот это интересный апгрейд. На самом деле, видимо, Сокол прочитал оппонента и... Заранее начал делать турели, потому что по-другому от Хрона не защититься. И на самом деле, сейчас мы видим, что... Джагед захватил всю карту, буквально все острова. Раз, два, три, четыре. Можем назвать это горками скорее, да, а не островами. Но остались только вот такие вот отростки какие-то. Интересная такая планета. В кратере, на самом деле, дерутся у нас игроки. И вот сюда можно дропнесса, на самом деле, построить Т2 арту, мне кажется. Не знаю, насколько, правда, она там будет стрелять вниз, но ТМЛ-ки точно могут. Вот, поэтому идет вперед сейчас с Воколом, возможно, он не подозревает пока что. Проапгрейд, но только-только вот до Аплоса сейчас он увидит, в чем проблема. Да, видите, все, отступает назад, понимая, что нет, лучше сейчас не драться. Надо что-то предпринять. Когда командующим, вот, все-таки, видите, армию разводят, пытаются в разные стороны, чтобы хоть как-то избежать стаман бесконечного. Но все равно идет командующим вперед, видимо, как можно больше ХП хочет снять там у врага. Да, действительно, на самом деле уже остается 5000 ХП, это достаточно мало, но куда-то не туда, по-моему, он заходит. Его самого сейчас смогут расстрелять. Да, наверное, пора отходить, хотя бы верчарить эти Авроры, но нет, он идет вперед. Не хватает Вижена ему, это действительно проблема. Сколько ХП осталось у Джагеда, 2-300, нет, надо отступать, потому что, ну, вот, когда вы играете против Илонов или ОФЗ, вы должны понимать, что в любой момент к врагу может подъехать мобильный щит, и вы останетесь в плачевной ситуации, так скажем. В твоей стороне у вас тоже есть щиты, но нет Хрона. Зато здесь есть педикрип, педикрип это так называемый поползновение турельками, не знаю, как это перевести. Ползете турельками и застраиваете врага здесь. Кстати, много массы, надо ее реклеймить, помогает два командующие за большой скоростью, между прочим, отстроить турели. Теперь он получит контроль над этим полем битвы, над этой площадью, я хотел сказать. Итак, все-таки Свокл решает давить именно по прямой, да, мне интересно захватывать карту, единственная его проблема сейчас в том, что он не рекламит Лес совсем. Посмотрите, сколько Леса среклаймил Джагед, и у него уже на несколько тысяч больше. То есть, не рискну, конечно, предположить, что здесь было там 6 тысяч массы, или 7, но где-то около того. Пора реклеймить здесь, на поле боя, чтобы как-то оппонента своего догонять. Видите, у него подпал на 5 тысяч больше материя добыта. Зачем он здесь строит столько турелек? Он испугался какого-то рейда и забыл это отменить. Не хватает, кстати, ему массы, экономика есть, видимо, у Свокл, между прочим, да, 3Т2 масс экстрактора. Ну, у Джагеда есть 2, на самом деле, кстати, свои турели появляются у него здесь, Апплидиона, вот под ними лучше не ходить, это достаточно мощный урон, но стреляет редко. Ряда это, конечно, что-то среднее, то есть урон неплохой, да и стреляет быстро. Проблемная ситуация сейчас для Джагеда, но появляются уже ММЛ-ки, и ММЛ-ками можно будет как-то отреть, ММЛ-ками можно будет как-то защититься от турелек, возможно. Но вот когда появится щита, ММЛ-ки будут очень долго это пробивать. С другой стороны, смотрите, неплохой урон у нее, да, сколько она нанесла, 600, неужели она действительно наносит 600 урона? Да, это, кстати, ну это много, действительно много, представьте себе, у тебя там, ну 5 ММЛ-ки разом стреляют, и это 3000 урона, то есть это ваншот. Ваншот турельки. Подползает уже прямо вот под базу артиллерия, начинает закидывать генерала. Это печально, такое наблюдать, Джагед пытается здесь построить Т-2 артулум. Видимо, и Свокл тоже пытается, да, осада. Не знаю, на самом деле, как вот с такой осадой будет бороться Джагед. С другой стороны, смотрите, сколько у него экономики, здесь уже Т-2 Мексы встали, это... Это мощно, у него по инкаму сейчас должно быть... Ну, удивительно, на самом деле, равны они по инкаму, видимо, из-за того, что у Джагеда совсем нет экспансии здесь. То есть они сравнялись. Свокл все-таки смог переиграть. Какой-то транспорт пустой летит. Куда летит? Он забыл его загрузить, видимо. Кстати, здесь делаются Т-2 ганшипы, это такой план Б, наверное. План С. Турели пробивают, видимо, по... Нет, они просто стреляли по командирую. Я хотел сказать, что можно стрелять просто в пустое поле. Наверное, он это сейчас и делает, кстати. Стрелять в пустое поле, чтобы просто дамажить щит. Видите? Ну, сейчас по юнитам стреляет. Но я бы, допустим, поставил приказ куда-то по земле, и она бы все равно попадала в щит, да? То есть вот сюда куда-нибудь. Это тоже такой гениальный мув. Эдварда уже расстреливает базу. Самое, наверное, противное ощущение в этой игре, когда вы понимаете, что по вам стреляет артиллерия, будь то Т-3 или Т-2. Сделать вас с этим ничего не может. И танчик героический подъехал от Свокла, и сейчас он здесь всю движуху должен спалить, да? Если он это заметил, если он это заметил, то должен какие-то меры предпринять. Но уже поздно, кстати говоря. У него есть здесь флаг. Только-только он построил флаг. Эти гандшипы сейчас могут смело лететь на Мазу, убивать всю энергию на самом деле, что сейчас, наверное, Джаггет и делает. Да, здесь есть флаг, но его элементарно можно будет зафокусить, как и вот этот флаг стационарный. Нужно стрелять по нему, не видит, к сожалению, тв. Джаггет стреляет по инженерам, но лучше бы зафокусить флаг, может быть. Давай. Поздновато на самом деле. Много урона он нанес, по-моему. Надо улетать воздухом. К сожалению, для Джаггета у ионов нету файтер-бомберов. То есть нету никаких корсаров, но от аналогов есть только мерс. Мерс, конечно, штучка неплохая, но вот тяжело, наверное, было бы генами, гены убивать мерсами. То есть у них же очень мало ХП, их чего угодно могло бы там сбить по пути. Плюс файтер-бомберы не умирают после залпа, поэтому их можно использовать еще раз и еще раз, пока их не собьют. Пытается он всякими какашками закидать бункер свокла, но пока что не очень получается. Но зато есть неплохой рейд по воздуху. Видите, он ему защищает потихонечку мексы. Можно было бы вот этот мекс убить на самом деле. Воздуха вообще нет никакого. У свокла, да? Буквально три истребителя, но это смешанного просто. Нужен Т-3 в завод. На самом деле Т-3 завод у ИОМ даст возможность строить обзолверов, так называемых разрушителей щитов. Они смогут наносить гигантский урон по щитам и дальше уже можно будет строить мобильную артиллерию или снайпер-ботов и пробивать уже все остальное, что находилось там под щитом. Что тут по армии? Пять оплотов, пиларов. Это мало. Это маловато. Но здесь есть еще, конечно, тоже пять. Много артиллерии у него на самом деле в этом наборе войск. Убил всю энергию Джагеду. Ставал с этим генератором. Где-то надо строить в другом месте генератор. Я надеюсь, Джагед уже начал. Вот здесь планирует. Кстати, возможно, у него кончается энергия. На самом деле пора строить генератор. Пока что есть еще один ген, но вот когда он умрет, начнутся голодные 90-е для него, мне кажется. Кон где-то стоит далековато. Я считаю, что можно было бы попробовать и отакнуть с хромата. У нас память мобильных щитов. Здесь всего лишь три турельки. У него есть армия даже. Вот смотрите, это мощная армия. Единственное, что нужны, нужны ресурсы для поддержания щитов и штанов. Пока что он нападать, конечно, не может. Мы бы разведать, что здесь происходит, потому что, мне кажется, вот он думал, что практически все пробито. Да, нет, еще появляются новые-новые щиты. Много ММЛ-ок, но для них самих нужна защита, нужны мобильные щиты, потому что, вот видите, наступают какие-то мангусты. Мангусты могут их расстреливать вне зоны их видимости. Подходит командующий, чтобы защитить свою армию. Кстати, мне кажется, Сфокл не ожидал, что здесь так много обсидианов. И обсидианы просто скушают, скушали бы, наверное, эту армию, если бы не были щиты. Потому что щит имеет 1500 хп, а у самого обсидиана 1250. То есть, мгновенно, можно сказать, что вся армия потеряла больше 50% хп-шек. Какие-то транспорты здесь готовятся. Видимо, он хочет дропаться на экономику. Вот сюда, например, можно спокойно задропать юнитов и убить Рита 2-4, это 2 масс экстрактора. Это будет печально для Джагеда, если он такое пропустит. Здесь очень много масс, это надо собирать, обязательно надо собирать. Но пока что как-то ни один из игроков не реклеймит. Это странно. Есть какой-то приказ атаки, но это юниты все-таки. Проводит линейку заводов. Кстати, с Т2 заводов строится у него. Вышла Аврора сейчас, интересно. Видимо, какой-то мисклик. Непонятно, куда транспорт приземлил это добро. Должен был, видимо, высадить сюда, но не справился. Пилот, видимо, слишком юн, слишком неопытен. Но с Т2 Арту бы смогу обстроить генераторами. И в полтора раза, мне кажется, увеличилась бы у него вот эта скорострельность ее. Я, на самом деле, кстати, не помню эксперта. В комментариях обязательно напишите мне, если обстроить Арту четырьмя Т1 генераторами, сколько раз у нее возрастет скорострельность. Мне кажется, солидно возрастет. Надо обстраивать обязательно. Это дешевле, чем строить новую Арту. Как же мощно она накидывает по юнитам. Да, армия просто исчезла у Джагеда. И идет уже прорыв к базе. Спешно пытаются отстроить турельки здесь. Но похоже на конечный. Непонятно, почему он так далеко ушел командующим. Как был его главный боевой юнит. То есть командующий, который может нанять всю армию врага, сейчас расстреливает на большом ренжу. И он взял и ушел. Почему? Здесь есть обсидианы. Но они не помирают. Медленно, но верно. Их осталось только две штучки. Какие шансы есть сейчас у Джагеда? Здесь тоже какой-то рейд пытался с вокал провести, но защитился как будто Медленно. Блин, не видит Джагед. Совсем не видит. Печально. Смог отбиться, кстати, от вот этой атаки на базу. Здесь он... Я надеялся, что он здесь начнет делать Т-3 завод, но нет. Он делает Т-2 танки, все еще Т-2 танки. Ему бы реально сделать Т-3 на всей вот этой массе, опереднуться и начать делать харбенджеров. Дропать их повсюду, и тогда можно будет и победить на самом деле. ТМЛ, когда ТМЛ появляется у Слокла, куда он будет стрелять? О, вот это будет больно. Это один бомбер, и не знаю, зачем он их сейчас сюда отправил, или можно было бы убить ТМД-шку в нужный момент. Ничего себе, куда добивает порта. Ну, чуть-чуть, правда, до Мексов не достает, но он строит все новую и новую, все ближе и ближе, то есть с этой базой, возможно, с Джаггет уже попрощался, он будет жить на краях. Кстати, непонятно для меня, почему он отправил одну ТМЛ-ку в этот завод, ведь нужно две. Интересно, увидит ли вообще Джаггет, что сюда летит ТМЛ, поймет ли он, что после этого ТМЛ-ного завода будет HQ наземная. Не совсем понятно, что он делает своим комом, почему он оттуда ушел, ведьма он подумал, что надо отдать отдать в Москву, не стал он ее контролкажить. Если ТМД строится уже, ТМД летит ли ТМЛ-ка, летит. Можно было бы попробовать воздухом на самом деле, с облочкой, или транспортом, но он починил завод, да и ТМД-шка успела. Успела. Так, что у нас по инкаму? 80 инкама у Джаггета. На самом деле не так уж прямо плохо, если учесть, что у него нет базы совсем. Вот это все принадлежит Своклу условно, а ему принадлежит только Райшек, верхний и нижний. Что он может сейчас предпринять? Давайте подумаем. Ну, на самом деле он приготовил какие-то дропы. Это будет интересно. Вот это интересно. Я даже поближе к монитору Селмака. Летит на базу к врагу, будет ответный удар. Главное не приземлиться на что-то острое. Достаточно много Т2 танков высаживает и командующий. Это самое главное, потому что он будет станеть инженером, которые будут пытаться строить турели. Нужно быстренько фокусить HQ. Я считаю, чтобы не было больше тут никаких Т2 юнитов новых. Сейчас Свокл со всей карты должен все добро стягивать к себе на базу, потому что эта атака может ему многого стоить. С другой стороны здесь уже и нет Т2 танков. Я как-то переоценил, по-моему, его мув. Т3 мекс. Вот это, конечно, мощно. Были бы оверчаржи, но нет. Что ж, про СФ тупый респект, если он, конечно, отсюда сможет улететь, но вряд ли. Здесь много флагов, транспорты падают на него, наносят ему какой-то урон даже. Если только пешком, отступают пешочком, но вряд ли. Здесь это один мекс, сюда вообще нет смысла дропать было этих юнитов. Много транспортов. Надо фокусить флаги, наверное, как-то пытаться убиваться, потому что, ну, новые флаги не скоро еще сможет Сокол подстроить, очки у него убили, хотя, наверное, он ее уже восстановил, должен был восстановить, по крайней мере, почему-то до сих пор он, кстати, свои юниты не ведет на базу. Да, флаги, флаги бы за фокуси держал, у него нет приоритета, в моде нет приоритета на антиейр, насколько я помню. Так бы было удобно, наверное, отдыха улететь, неплохой кипиш он, так скажем, навел. Нет, нет, нельзя сюда садиться. Он все-таки справился, слушайте, я был неправ. Забавно. Убил всю энергию, можно сказать, да? Три Т2 генератора, но все равно хватает, хватает. Thanks for visiting. Интересно. В гости зашел. Теперь можно мне кажется полететь сюда, вернуть себе базу. Ну, он так и делает на самом деле. Он уже, наверное, прикалывается скорее. Т2 транспорта туда-сюда летают. Ему надо, мне кажется, делать просто сейчас снайп. То есть, он делает Т3 воздух. В таком случае мне непонятно вот эти суицидальные намерения. Все-таки не так, что спокойно можно гулять. Да, армия не очень большая, но Т2-HQ, кстати, да? Т3 делается уже. Но в любой момент может что-то новое приехать, а ты отсюда уже скорее всего не улетишь. Верно? Свой воздух появляется у Свокла, так долго летать не получится, ведь в какой-то момент могут тебя избить случайно, но давно уже надо было сделать Т3-Лэнд, на самом деле. Очень много массу он вложил в этих обсидианов. Если бы это были Харбинджера, то мне кажется, они бы там нарулили, потому что они бы вряд ли были так быстро убиты Т1-Артой какой-то. Ими можно было бы положить, что не Крис, и еще нужны были на самом деле мобильные щиты. Вспоминает Свокл, где был Завод, но здесь уже нет, не знаю, почему он сюда едет, видимо, просто хоть что-то, что осталось на земле, а не сверху, надо добить. Шагет захватывает масс-экстракторы, он не верит, не верит, что его можно победить, в принципе. Так, пора делать рестореров, наверное. куча рестореров можно будет, мне кажется, заснайпить. Хотя здесь есть Т3-Лэнд, Перси-Вали, кстати, идут. Я думаю, Свокл все равно вовремя успеет как бы заметить, что здесь есть Т3-воздух, сам Завод он пока что не видит, но скауты, я думаю, он умеет строить, да? Если у него скауты, в принципе, нет. Ну, ничего он построит, я в него верю. Бум, по-командующему стреляют артой. Слушайте, ну, наверное, это все-таки конечное, да? Напоследок пукнул он своим хронным данфером. только снайп, страт, стратегический бомбардировщик сделал, Джаггет, об этом я не подумал, а если он сможет накопить четыре штучки, то он сможет убить Свокла, на самом деле. потому что на данный момент, например, он, это не А4 не хватит, надо побольше. Он стоит не под счетом, у него нет Т-3 антивоздуха, можно будет второй залп сделать, да? Единственная проблема его, что персевали настигли, он их не видит, кстати, доджит от выстрелов персевали, но нужно, конечно, уверчаржнуть их, потому что долго доджить он не сможет, энергии нет совсем, кстати говоря, надо паузить этот Т-3 завод, много энергии он тратит, нужны уверчаржеры по персевалям, кстати, два залпа сейчас задоджил, совсем нет энергии, и, возможно, возможно, конечная, да? Все, хп осталось буквально вот на два выстрела. доджит, доджит, успешно доджит, но... но... все-таки слишком быстро летят от снаряда персиков. Это все, у него был страт, так и не использованный совсем. Вообще никак. Ну что ж, спасибо за просмотр, это была интересная игра, мне понравилась, понравилась она, в принципе, ему, видите, понравились, но чуть-чуть не хватило джаги эту стратегию, мне кажется. Точнее, не то, что стратегии. Стратегии-то хватило, вот юнитов нужных, скорее, тактики. до скорых встреч, спасибо еще раз за просмотр, все, всем пока, это все, закрываем все. Спасибо.